О том, как можно заработать на грядущих выборах, о беспределии страховых компаний и о пребывании Великого Чехова в Верхнеудинске пишут наши свежие еженедельники. Здравствуйте, это рубрика «Золотые перья», я Владимир Банчиков. Неумолимо надвигаются выборы, причем не только в Государственную Думу, но и в органы местного самоуправления. Информполис советует нам, как заработать на выборах. Простому человеку можно поправить свое материальное положение, оказывая кандидатам различные услуги в сфере дизайна, написания текстов, изготовления и распространения листовок, а также участвуя в пикетах и митингах, агитируя от двери к двери, сдавая балконы, заборы и стены под баннеры кандидатов и тому подобное. В общем, дорогие читатели, если ваши заборы и балконы глядят на оживленные улицы, вперед в предвыборные штабы, а там уж кто больше даст. Об очередном добровольно-принудительном отъеме денег у населения рассказывает номер один. Артем Сансонов, погоня за ОСАГО. Посему абсурдная ситуация, когда все понимают, что нарушают закон, но целенаправленно продолжают это делать, будет продолжаться до той поры, пока в стране не грянет гром, то есть пока водители не доведут до ручки или бунта. Уважаемые страховщики, пожалуйста, помните, что русский бунт не только бессмысленный, но и беспощадный. И, наконец, статья блестящего писателя и журналиста Владимира Бараева. МК Владимир Бараев, Чехов на Байкале. Чем больше я узнавал о прошлом Верхнеудинска, тем больше проникался уважением к городу, который до Чехова проезжали протопопы Вакум, ссыльные декабристы и их жены. Княгиня Мария Волконская ночевала в доме купца Баснина на улице Мещанской, ныне Бонзарова, 22. Там же останавливалась Полина Гебель, ехавшая к жениху Ивану Аненкову. Это в одном квартале от улицы Соборной, ставшей Первомайской, где жил я. Позже в Верхнеудинск проезжали будущий адмирал Макаров, цесаревич Николай, полковник генштаба России, будущий президент Финляндии Маннергеем Сергей Лозо, Нестор Каландришвили. Я бы приурочил эту статью в том числе и к юбилею любимого города. Чехов написал «Верхнеудинск – миленький городок», полностью присоединяясь к словам классика. На сегодня это все. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин